Дорогие друзья, сейчас уже пишут, опять пидоры резвятся. Ничего никто не пишет. Дорогие друзья, сейчас уже пишут, опять пидоры резвятся. Аккура, с первым официальным представителем которого на российском рынке мы вас знакомили совсем-совсем недавно. Называлась машина MDX, а теперь младший брат и очень популярный в России RDX. Ну и прошу любить и жаловать. Ну-ка, Иваныч, расскажи-ка, из чего это все сделано? Значит, ребят, по большому счету, понятное дело, это немножко увеличенный в размерах CR-V. К сожалению, к большому, на нашем российском рынке мы имеем только одну топовую комплектацию с мотором 3.5, мощностью 273 лошадиных силы, полноприводную, стоимостью, и мы сразу озвучим стоимость этого автомобиля в этой комплектации, 2 миллиона 200 тысяч рублей. Ну а теперь давайте знакомимся с тачкой. Значит, классический, как Серега говорит, пример именно американской школы дизайна, плоские линии. Нет, но здесь еще есть хоть какая-то усложненность по сравнению с MDX, где, например, арки не выделены, да, где абсолютно плоская поверхность, здесь есть и линия в ручках ручек, да, есть тиснение здесь и тиснение, соответственно, арок колесных, да. Поэтому машина выглядит сбоку поинтереснее, чем старший брак. Очень мне понравился, очень понравится мне корма. На самом деле, понятное дело, невозможно сказать, что она аутентичная, да, но в целом это немножко Audi и немножко Kia, немножко корейщина, но в целом она узнаваемая. Значит, багажник 740 литров, но здрасте, извините, пожалуйста, можно вопрос вам задать? Здрасте. Один, вас как зовут? Алиса. Алиса, ваш сын? Да. Привет, как дела? Алиса, у вас в семье есть автомобиль? Да. У вас какой? Митси Бюси Голан. А что скажете вот по поводу этого аппарата? А что это? А вот узнаете вы, что это за марка? Акура. Да, это что? Это круто? Это Хонда. Не знаю, мне кажется, вообще нет такого понятия, круто или не круто. Есть понятие, нравится или не нравится. Ну, вам нравится такая машина, этот автомобиль? Нравится. Чем? Что, белый? Ну, чем? Мне нравится Fiat 500. Все остальное... Но он непрактичный. Для меня уже альтернатива и компромисс. Понятно. Да, он непрактичный. Ну, это машина мужская или женская? Может быть, спереди посмотреть, на морду-то, на голову. Не знаю, мне кажется, тоже нет такого понятия, мужская или женская. И не мужская, и не женская. Ну, и цена, как вы думаете, если новая тачка такая, не меньше скольки это стоит? Не меньше двух миллионов. Двух миллионов, понятно. Ну, слушайте, у вас было 100 метров. А что за татуировку можно у вас спрашивать? Вау. Шанти. Шанти. Что такое шанти? Это на санскрите умиротворение по кольту. Санскрит. Кольщик не знал алфавита. Я понимаю. Хорошо. Спасибо. Извините, что вас отвлекли. Ну, в общем, действительно, всплыла в разговоре цена. Два миллиона рублей. На самом деле, два двести. Два двести фактически. Иван, забей. Багажник 740 литров. Вот. В сложенном состоянии. Ну, тут 1700 с копейками. Но, ребят, проблема вот всех этих псевдо-кроссоверов, псевдо-джипов, там, я не знаю, как не назовите эти автомобили, да, это вот эта линия. На самом деле, вот пытался перевезти здесь не так... А теперь о наболевшем. Рустам переезжал до Рублевка. Да, ну перестаньте на какую Рублевку. Короче, вот здесь была коляска. Хорошо, не на Рублевку, на Ильин скажем. Хорошо. Здесь была коляска, несколько буквально сумок. И реально, я не смог закрыть. Ну, очень неудобно, понимаете, да? То есть, вот рабочая поверхность, она ограничивается, получается... Рабочий объем. Рабочий объем, да. Ну, ребят, на самом деле, самый большой вопрос к этому автомобилю возникает, когда мы смотрим на морду. Потому что, как бы хондовцы не пытались уходить от... Здесь читается и Мазда, да? Здесь читается вот эта Опель, да? А как бы хондовцы не пытались говорить о том, что, ну, это не премиум, это сап премиум. Все равно, мы понимаем, есть Хонда и есть Акура. Эта машина должна быть симпатичной, она должна нравиться. Мы сейчас не говорим о том, что она едет очень хорошо. Мы сейчас говорим именно о том, что эта машина должна быть модной. А она не модная. Ни хрена она не модная, понимаешь? Ну, парни, короче, если тачка стоит 2 миллиона 200, она, сука, должна быть модной. Даже вот этот Мерседес Ешка, да, в предыдущем кузове, и то моднее выглядит. Ну, смотрите, ну, смотрите, конкурент по типу размеру этой машины, да, ну, к примеру, нет, ну, к примеру, ну, не то, что они говорят, а то, что по факту, да, я имею в виду по размеру, по цене, ну, тоже XC60, довольно, наверное, да? Да, ну, моднее выглядит. И стоит дешевле, правильно, потому что от ляма 800, а это 2 200. Короче, ну, тут и самое... Никаких иллюзий. Да, никаких иллюзий, и самое главное, что даже подкапотное пространство, да, оно, как бы, не говорит вам о том, что это автомобиль какой-то премиальной марки, да? А что должно быть? Я понимаю, что это... я понимаю, что стоимость этого автомобиля в Соединенных Штатах Америки в зависимости от комплектации колеблется в диапазоне, там, от 33 до 40 тысяч долларов. В два раза дешевле, чем в России. Ну, это не значит, что если ты продаёшь в России на рынке автомобиль, который стоит 2 с копейками, здесь не должно быть доводчиков, да? Ну, логично. Логично. Давайте, Сеня, вот закрой сейчас, Иванович, просто со стороны в три четверти, вот, посмотри. Капотный ковар. Вот, посмотри, да? Нет, надо сказать так, машина, она сбитая, да, в ней нет лишних деталей, да, вот нет уродства, но нет модности. Вот это проблема, мне кажется, самая главная у этой тачки на российском рынке. Короче, просто, просто тачка. И не скажешь же, да, что Акура это для супер знатоков. Вот у Субару, да, который поуродливее будет, у него есть аура для знающих, да, людей. Ну, типа спортивная тема. И очень хорошо управляемый автомобиль. А что мы скажем об Акуре? Вот если мы спросим реального потребителя. Да, человек, который попадает за руль, он чувствует, что это не обычный японец, да, это особенный японец. Но, блин, это должно быть нарисовано на морде, правильно? Да. Ладно, посмотрим на место в столу. Ну, вот смотрите, типичное японское уродство, когда у вас мотор стоит, а пары горят. Потому что в Японии очень не любят пользоваться устройством под названием реле. Точнее сказать, в Соединенных Штатах Америки. Да, и нет ходовых огней. Поэтому вам все время приходится включать этот ближний свет гребаный. Дальше минус этой машины. А давно уже устаревший, вот с этой стороны синяя, голубое тонирование зеркал. В принципе, в яркую погоду это еще более-менее. Но когда погода типа сегодняшнего, особенно вечером, такое ощущение, что плохо, ну плохо, все равно грязное. Вот нафиг это делать, не понимаю. Не, ну что заклеили, заклеили пленкой. Ну и присядь, соответственно, да. Вот я сижу, соответственно, с полным комфортом, мне удобно. Ну и как чувствует себя задний пассажир? Ну, более чем. Не, более чем. Конечно, это не сервер. Практически ровный пол здесь, да, поэтому без труда здесь разместится, там еще двое взрослых. Правда, ребят. Как минимум. В этом плане, хорошие материалы, к этому вообще нет вопроса. Вот мне всегда нравилась Honda, на то, что они использовали даже в трудные годы, когда еще не было особенно хороших пластиков, хороший пластик. Нет, двери тяжелые. То есть, ну да, это не дешевка. Да, 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 ничто не выдает в этом автомобиле, что он... Японскость. Ну, правда. Действительно, соглашусь с Серегой. Японский BMW. Правда. Но это касается исключительно того, как этот автомобиль едет. То, что ты чувствуешь за рулем. То, что снаружи... Ну, правда, не вызывает никаких эмоций. Давайте еще раз облетим его, рассмотрим просто со стороны. Причем, что самое интересное, скоро мы ожидаем обновления, ведь, да, машины, в которой будет подвеска доработана. Я очень надеюсь, что дизайнеры, да, ну, посмотрят, наконец-то, на то, что делают остальные японцы, да, Mazda, Toyota, Lexus, да, Infiniti, Nissan, Infiniti. Когда все-таки автомобиль должен быть модным. И мне очень жаль, да, что вот, например, вот есть у нас фактически уже теперь два производителя. Это Acura и это, по большому счету, наверное, Volkswagen Group, которые делают отличные автомобили с точки зрения начинки. И все еще никак не поймут, что надо заигрывать с женской аудиторией, да. Потому что вот эту машину, иначе как скучной, я не назову. Но она меня даже не цепляет внешне, да. Нет, это реально машина... Вот, Volvo старая. Ну, машина для знатоков. Какая же. Для знатоков, ну, какое количество людей реально, ребят, это, ну, к людям, которые по их заявлению общаются с центральным офисом, с хед офиса. Ну, правда, донесите эту мысль. Ну, какое количество людей реально проедет внутри этого автомобиля? Нам достаточно долго, чтобы почувствовать ее. Не 15 минут вокруг. Ну, все, давайте, поехали. Ну, что, парни. Прежде всего, конечно, мы начинаем оценивать автомобиль по тому, как оформлено место водителя и переднего пассажира. И сразу мы видим, это мужской автомобиль. Потому что полная симметрия правильного этой тачки, за исключением вот этой кнопки. Идеи, какую кнопку вставить в это место, не придумали. Значит, смотрите, очень мне нравится вот история с перламутровыми и полосатенькими вот этими вставками, да. Это не лак, это не дерево гребанное, это не просто пластмасса, да. Это как бы здесь есть какая-то фантазия. Но в целом, вспоминая вот эту кнопку, да, ну и стартовую кнопку для двигателя, мы видим, что это, конечно, Хонда. Конечно, Хонда. То есть, отказаться от вот этой фишки... И вот от этого. Невозможно, да. Вот. В остальном, ну, понятно, подогрев таким образом здесь... Двухзонный. Да. Здесь у нас есть, ну, все есть, что надо. Вон здесь есть еще дополнительно розеточек, пожалуйста, на 120. Розеточка, да. Немножко вот этот пластик дешевый, дешевый, дешевый. Значит, ух ты, ничего себе. Это у вас такое было здесь? Я думаю, что у вас. Это у вас ужин такой был. Слушайте, ну и абсолютно никчемный бардачок. Покажи, Сень. Ну вот реально... Что туда влезет? Ну вот телефон только если. Мы впервые встречались вот с бардачком, реально в каком... Вот, пожалуйста, тарелочку убрали. Ну, пожалуйста, вот посмотрите. Ну, только вот если... Да, смартфон. Сюда больше поместится. Здесь опять же розетка у нас. Здесь. Да. Вот. Аукс есть. По сравнению с MDX мы видим, что здесь поработали с дисплеями, а точнее не до вложили дисплей один, да. У нас есть температура, ну, тут климат-контроль, да, и общий дисплей. Секундовский опять же. Да. Все здесь... Ужасная графика. Ну, такая она из 90-х. Ну, вы посмотрите, да, просто сама прорисовка, ну, и он монохромный. И несмотря на надпись Premium Audio System, когда мы слушаем хай-фай музыку, конечно, аппарат здесь стоит очень средненький, очень средненький, да. Очень сложно по-японски придуман коннект с телефоном, потому что вот когда... Серега уже забыл даже, как это делается. Я так и не сконнектил. Телефоны не законнектены, да. Хотите ли вы? Да, хочу. Вот мой, собственно говоря, телефон. Да. Но чтобы подключить другой телефон, надо все остальные стереть. А как стереть? Ну, как-то он стирается, я не помню, через сетап что-то такое. В общем, тут фиг разберешься, честно говоря, сразу. То есть я это где-то 20-25 минут потратил на то, чтобы подрубить телефон к этой штуке. Очень непросто, по сравнению с другими автомобилями, где делается. Так, ну у нас здесь двухзонный, да? Нету контроля. Нету, да, у тебя здесь ничего? Слушай, даже нет воздуховодов для заднего дивана, для пассажиров заднего дивана. Ну, то есть вообще, вообще только автомобиль для пассажира и для водителя. Но ты знаешь, обо всех этих геморроях ты полностью забываешь, когда ты начинаешь движение, да, потому что аппарат этот действительно движется очень не по-японски, да, совершенно даже не то, чтобы я сказал, в европейской традиции, но в какой-то очень правильной традиции машины для водителя, где все, как вы слышите, замечательно с шумоизоляцией. Аппарат, вот, может быть, знаешь, так, визуально колесо большое, да, рулевое, но оно исключительно приятное, да, оно не слишком толстое и не слишком тонкое. Очень четко передается то, что происходит на дороге на руль. И, в принципе, и на скорости, и на скорости там в 20, и на скорости... В 200, давайте так. Да, машина хорошо себя ведет на дороге. Прекрасно. Плюс к этому добавим отличную экономичность, что очень не свойственно для, в целом, японского автопрома пока что сегодня, да, где-то 10,4, 10,5 эта машина ест в смешанном цикле, при том, что ведет она себя на дороге очень и очень бодро. Может быть, она не так, как, ну, как бы, идейный свой аналог европейский BMW, эта машина провоцирует на быструю езду, но она абсолютно точно позволяет тебе эту быструю езду, стремительную, четко, уверенную. В принципе, только свет ксеноновых фар обеспечивает тебе на дороге какое-то более-менее уважение, да, и размеры корпуса, потому что в целом машина, ну, не имеет своего такого, да, агрессивного какого-то лица, но имеет агрессивный характер достаточно, да, очень динамичный. Очень хорошо звучит мотор. Очень хорошо звучит, очень хорошо едет, и, в принципе, оставляет, действительно, вот, ощущение, что вот за руль этой тачке хочется вернуться, да? Да. Цена, цена заставляет тебя это желание в себе давить, но воспоминания о том, какие ощущения у тебя за рулем, они, конечно, крайне-крайне позитивны. Короче, ребята, значит, это вторая Honda, после, ну, или во время теста которой, этого автомобиля, да, от этого концерна, я позвонил Сереге, первым был пилот, я позвонил, сказал, господи, это охеренная машина, сколько она стоит, значит, после этого залез в яшек, посмотрел, да, ну, тоже в районе двух миллионов, и понял, что нет. Ну, то есть, автомобиль, который реально появилось желание купить. Значит, Acura, вот, именно в этом кузове, RDX, был вторым автомобилем от этого же концерна. Я позвонил Сереге, мы с ним пообщались, там, в субботу, я сказал, слушай, ну, реально, очень крутой автомобиль, но я даже боюсь, вот, обращаться к поисковику, для того, чтобы просто посмотреть цены на официальные автомобили в России. И как только я увидел стоимость в 2 миллиона 200, к большому моему сожалению, я понял, что, ну, этот автомобиль, да, не для этой жизни. Ну, то есть, в том плане, что это прекрасный, хорошо ощущение, хорошо созданный автомобиль, который, правда, это лучшая Honda. Вот мы долго пытались, там, ну, дать какое-то определение, там, автомобиль, гадкий утенок, да, ну, с точки зрения, наверное, экстременератора и внешнего вида. Ну, да, вот, ну, такой, ну, гадкий, это кросс-тур. Гадкий кросс-тур, да, а здесь, ну, наверное, да, такой, ну, знаете, автомобиль из советского прошлого, ну, то есть, без, без имиджа, без какого-то. Парни, ну, по ощущению, по ощущению, стоила бы эта тачка лям-800. Не, лям-700. Ну, где-то так, психологически. Стоило столько же, сколько кросс-тур, и реально этот автомобиль, автомобиль бы очень хорошо продавался у нас на рынке. Ну, вот миллион шестьсот, это, ну, ну, там, понятно, скидки какие-то, хорошо, миллион шестьсот, вот, просто в живых деньгах, и это было бы отличное предложение. Там ведь дело в том, что, в принципе, по кузову, да, по размеру салона, но не по размеру багажника, наверное, эта машина очень близка по идеологии устройства, по типу размеру Мюрана, Ниссан Мюрана, да, единственное, что здесь благороднее оформлено, вот, внутренности, да, но по размеру салона, да, сколько там места, примерно это Ниссан Мюрана. Тот стартует миллион шестьсот семьдесят, что-то такое, миллион семьсот. Вот, вот, если бы Акура стоила в районе, вот, когда стартовала бы хотя бы от Мюрана, да, то есть не тянулось бы к верхнему сегменту, к Лексусу и к Инфинити, да, который, понятно, два с половиной, да? Ну, опять же, ну, опять же, да, мы сравниваем по типу размеру, да, надо понимать, что автомобили разрастаются от поколения к поколению, и прямыми конкурентами этой тачки, ну, вот, производители называют такие автомобили, как Audi Q5, значит, BMW X3, EX от Инфинити, Volvo XC60 и Freelander. С Volvo я соглашусь. Ну, X3 может быть. Остану, что он не волен. Вы же в ответе за тех, кого переручили. Ну, эта машина, реально, она со своим духом, со своим характером. В ней действительно за рулем эти, вот как раз FX, да? Ну, FX побольше, FX побольше. FX больше, он раздутый, да, он раздутый. У FX одна большая проблема, он очень жесткий. Вот, что касается баланса в этой машине, да, спортивности, устойчивости на дороге и комфорта, здесь, конечно, можно говорить о, там, 10 очках вперед по сравнению, да, там, с FX. Но тут, сука, красивый, ты понимаешь? Ты ничего не сможешь. Вот, женщина нам встретилась с ребенком в начале, да, говорит, для меня только Fiat 500. И это кажется нам странным, да? А когда мы говорим об Infiniti, ну, любой же человек скажет, там, да, какие минусы, там, цена, все, но красивый, зараза, понимаешь? И ты все можешь простить за внешность, да? Сказать, что этой машине... Вы, может быть, прощали за вашу внешность? Долги, например, там, я не знаю. Вы имеете в виду, насколько убогий? Вот, давайте, кстати, проедем через рельс, вот, наслушаем, да? Ну, в принципе, он, он достаточно, да, даже по-немецки, да, это проходит, да, все, не жалко, не жалко этого. Нет, нет вопросов к материалам, да, вот этот матовый пластик. Правда, он в этом плане очень и очень похож на BMW, да, потому что в каком, в салоне какого BMW вы бы не оказались, да, вы понимаете? Это BMW, все достойно, просто, но со вкусом. Здесь тоже, здесь, понятно, нет немецких каких-то линий, немецкого качества, потому что, ну, вот, сразу понимаем, да, это Япония, вот эти линии все. Вот они любят, что... Ну, азиат, скажем так. Азиат, да, азиат, то есть нету вот немецкой педантичности некой, да, там, простоты в линии, все, 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 вот, ну, все как надо. Мне очень вот этот пластик, да, нравится, посмотрите, он какой, он реально хороший. Он и приятный на ощупь, и визуально, и самое главное, мне кажется, он, ну, он достаточно долго служить должен. Ну, то есть он актуальным будет... А у Honda же давно этот пластик. Не, ну, он актуальным будет лет 10, однозначно, да, да, и автомобиль, может быть, может быть, глобальная концепция и стратегия, да, вот, именно Honda или, допустим, того же Volkswagen, создавать автомобили, которые будут долго жить, имеется в виду 2-го, 3-го, 4-го, 5-го. Пятый, морально, 5-го хозяина, да, то есть вот посмотрите, технологически здесь очень большой запас заложен, да, реально, очень простой, наверное, в эксплуатации двигатель. Отношение женщин к Хонде, да, а Хонда их вообще не возбуждает, абсолютно черт, но я тебе точно могу сказать, ну, точно могу сказать, как только женщина попадает за руль именно как водитель, да, мнение меняется, то есть надо поездить, надо повозить эту машину, и ты начинаешь понимать, в чем фишка этой тачки. Пока ты день за рулем не проведешь, да, не поймешь, что эта машина действительно очень комфортная, очень слушающаяся руля, при этом экономичная, да, тихая, ну, короче. Короче, она едет как BMW. Да, да, это очень хороший аппарат. Это реально, вот, еще раз повторю, ребят, зарубите на носу, это лучшее из Хонда. Но опять же, если мы берем цену, вот они сравнивают с Х3, да, Х3, вот новый, который пойдет этим летом, 2.100 у него минимальная комплектация, и в нормальном варианте, с нормальной головой, с этим, с картами, 2.400, 2.400, это 2.200, как бы, да, то есть BMW можно взять даже дешевле. Да, однозначно, вот, выбор будет не в пользу Акуры, правда. Внешностью новые трешки Х3, конечно, лучше. Однозначно, но и ликвидность на рынке, да, ну, мы же понимаем, понятное дело, он может быть более дорогой в эксплуатации будет, но в целом, понятно, что ХЗ быстрее продастся, да, он, ну, на самом деле, более востребованный, что ли, автомобиль. В общем, не знаю, короче, я в смятении, потому что вот эту тачку хотелось бы купить, правда. Мне нравится ездить. В ней нравится, да, передвигаться, но, сука, стоит она 2.200. Друзья мои, таким образом мы выяснили, что в мире порой творятся несправедливости. Например, не очень хороший и совершенно не модный автомобиль ВАЗ имеет прекрасную цену, а не очень модный, но очень хороший автомобиль имеет неправильную цену. Да, редко, когда в жизни можно найти баланс, но мы призываем искренне автопроизводители компании Хонда, да, их американское хед-офис Акура, да, ребята, поймите, что это не семейный автомобиль как бренд, да, это не Шевроле Орландо. Но это автомобиль для того, чтобы человек чувствовал себя стильным, уверенным, успешным, правильно? По крайней мере, это должна транслировать внешность такой дорогой машины. Не, ну да вы просто себе представьте Q5, да, в новом кузове без, допустим, светодиодной оптики. Ну, то есть это просто, это так вот, так-так надо уже, да, то есть если ты предлагаешь автомобиль, который стоит там 2.200, ну он реально должен быть со светодиодной оптикой. Так сзади тоже не светодиодная оптика, тут тоже лампы, ну так не может быть в 2014 году. Понимаешь, что они обновятся? Ну, короче, парни, 2.200 надо, это маркетинг. Не, ну, условно говоря, то, как эта тачка едет, невозможно продать. Это надо дать возможность покататься на этой тачке всей Москве. И чтобы это вот количество людей потом сказало, б***ь, ну у вас какие продажи? У вас жизни не хватит. Не, ну сколько они говорят, тысяча, 2.000 машин в год. Ну столько маканов продается, а макан стоит 2.500. Да. Ну о чем мы говорим вообще, ну и вот просто, просто сравните, это пар 300. Но, значит, ребята, понятно, что именно дизайнерски изменить внешность, да, сделать лифтинг, фактически, не только фейс, не только рир, но и боковой лифтинг, да, этого машина, конечно, просто, гораздо проще, чем, например, сделать, ну действительно интересную по ходовым качествам какую-то другую машину. Есть тачка. Потенциал есть? Не то, что потенциал, просто охеренная тачка, лучшая Хонда, еще третий раз повторюсь. Примандите ее как следует. И все, и будет вам... Примодните, не примандите, а примодните. Короче, и будет вам счастье. Сейчас вот девочку спросим еще одну. Вот нравится ей этот автомобиль или нет? Браз, ну это не девочка. Да не, ну девочка, девочка. Ну как не девочка, 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 девочка. Зачем еще раз спрашивать девочку, если она не девочка? Можно вам один вопрос про автомобиль задать? Ой, нет, я очень слышу. Ой, мы тоже. А при вопросе, вам нравится или нет автомобиль? Да, симпатичный. Знаешь, ты в курсе? Что? Она говорит, симпатичный. Вот давайте у женщин взрослых. Она сказала симпатичный. Да зачем это все? Эта рубрика называется «Гастики отложили в сторону мастерки и с какого-то хера вышли на улицу с камерой». Хорошо, извините, пожалуйста, можно один вопрос вам задать? Вообще, слушай, центр Москвы, злые люди. Здесь люди занимаются делом, понятно, не надо их ни о чем стоять. Короче, все рекомендации дали. Вот женщина идет в кожаной куртке. Давай, последняя. Хоть посмотрите на то, какие люди в центре Москвы ходят в рабочей полке. 12 часов дня. Да, у меня шансы. Да из этой, ты знаешь, брат, тут такая кожаная куртка, что тебе на неделю фантазии бы хватило. Да ладно. Поиграться бы с ней вот так вот, с кожаной, с этой курткой. С курткой? Да. Короче, все. Ладно, парни, короче говоря, в следующий раз, когда выйдет новое поколение RDX, мы хотим видеть модный автомобиль. Короче, на автору, на самом деле, я видел огромное количество американцев. Никак не замолчать. В принципе, там можно подобрать себе до миллиона неплохой аппарат, даже со свежим годом выпуска. Я так понимаю, компания Acura делает все для того, чтобы серые импортеры до сих пор существовали, работали и получали прибыль. Это сговор. Если вы хотите собирать все эти баллы... Ой, какая женщина. Если она переходит, может быть, на той стороне. Не надо. Короче, если вы хотите собирать деньги, зарабатывать на этом рынке, ну, все рекомендации вы уже слышали. Как хорошо, когда у женщины есть фильм. Покажи, покажи. Да, давай. Во-первых, как вас зовут? Ирина. А сколько, как вы думаете, эта тачка стоит? Вот ваше предположение. Смотреть можно? Да, конечно, можно. Можно, можно, можно. Не узнаешь, что за автомобиль? А у тебя какая-нибудь. О, молодец. А есть тачка у тебя у самой? Нету. Нету? Ну, разбираешься. Ну, сколько приблизительно стоит? Ну, если новая, ну, может быть, миллион-полтора. Миллиона-полтора. А кто обычно покупает такие автомобили в Москве? Кредит берут, мне кажется. Кредит берут. А ты куда идешь сама? Ресторан «Нани». «Нани». А что там будет? Мы пригласили. А, пригласили. Да, я ко времени иду. А, к 12-ти, да? Да, все правильно. Мы, кстати говоря, в этот же ресторан идем. Кто же к 12-ти? Что там за тусок? Какая-то тусок. Здрасте. Как зовут девушку? А я вас знаю. Точно, видишь. Слушайте, какой шлейф аромата дорогого парфюма. И мы в один ресторан идем. Ирина. Ирина, ну а как вам живется вот в таком замечательном, полном жизни? А у Ирины по фэншую ногти. Да, в теле. Как вам живется с женщиной? Давайте такой вопрос зададим. Спасибо программу. Про женщину? Да, нет, про мужчину. А как вам живется с женщиной? С женщиной как живется? Вы знаете, с удовольствием. Класс. Вот это чувствуется. От вас прямо исходит это удовольствие. Мы так не пахнем. Но мы пойдем обедать. Все, спасибо. Можно вас проводить взглядом? Конечно. Провожаем. Давайте проводим. Хорошо. У нас обед, кстати говоря, с Ирой. С какой Ирой? С ней. Да ладно. Да, через 10 минут.